Work5 это просто находка для современного студента, ведь тут могут написать любую студенческую работу, освободив вам время для своей работы, встреч с друзьями или занятие любимым хобби. За 15 лет существования Work5 стала крупнейшей компанией на рынке, а у ее специалистов накопился огромный опыт в написании курсовых, дипломов, рефератов и еще более 20 видов работ. Цена вас приятно удивит и ее легко узнать благодаря калькулятору прямо на сайте, а по промокоду MOVIE24 вы получите скидку 20% на все услуги Work5 учись на 5. Всем привет, не секрет, что за последние лет 10 в мире вышло огромное количество фильмов, которые можно назвать одним словом фемские. Ну то есть проекты, главная цель которых прославляет сильных женщин, показывает ничтожность мужиков, часто в ущерб сюжету и здравому смыслу не важно, главное нужную повестку сохранить. Если временами очень сомнительного рода шедевры из все той же когорты, несмотря на всю свою убогость, собирают вполне вменяемую кассу, как те же охотницы за привидениями, отпетые мошенницы и подруги Оушена, так вот, если часть яро-феминистичных фильмов, которые нагло при этом еще и плагиатят всем хорошо знакомые истории, все же умудряются нормально заработать, то есть и немалое количество других нарочито пафосно-фемских лент, которые, как и положено, с треском проваливаются, доказав всю несостоятельность такого рода затей. Сегодня о подобном вот кино и поговорим, когда карма сработала как надо и убогие фильмы, как водится, потерпели крах. Это новый выпуск Фемдозора, давайте приступать. А начнем мы с вами с фильма «Терминатор. Темная судьба» или «Темные судьбы» в русском переводе. Многострадальная новая часть франшизы «Терминатор», которую на протяжении уже не одного десятилетия стараются вернуть к жизни. Причем на этот раз, а если говорить точнее, в 2019 году, все было максимально серьезно. Впервые за долгие годы в франшизу вернулся ее отец-создатель Джеймс Кэмерон, снимать «Темные судьбы» доверили режиссеру Дэдпула, ну а признанные ветераны и главные звезды «Терминатора» Железной Арни и Лиза Хэмильтон тоже вернулись в строй. Казалось бы, все отлично, но при этом вы же помните, какой год на дворе, а это значит что? Это значит, что ничего нового придумать никто не собирается, напротив. Лучше взять всю ту же историю и сделать из нее чисто женский вариант. Сами судите, Джона Коннора было решено вышвырнуть к чертовой матери, типа лидер сопротивления помер, да ну и хрен с ним. Вместо этого его маманию в исполнении Хэмильтон напротив раздули по уровню пафоса до вселенских размеров. Этакая крутая сильная тетка, которая раздаст всем и вся, даже роботам из будущего, но само собой этого тоже показалось мало. Так что на подмогу Сари Коннор было решено бросить, нет, не «Терминатора» в исполнении Шварца. Старина Т-800 был нужен скорее для мебели и напротив, его роль была сведена до какого-то фарса, а вот помогать Сари призвали крутейшую тетку из будущего по имени Грейс, задача которой с максимально серьезным видом демонстрировать, что в будущем солдаты валятся на равных, и лучше вот этой тетушки никого для самой важной в мире миссии не нашлось. Ну и как вишенка на торте в этом феминистичном экстазе, будущий лидер сопротивления, неумелая, непонятная, тщедушная и откровенно раздражающая личность по имени Дани Рамос. И вот это-то великолепное трио и блистало на протяжении всего фильма, раздавая флюиды женской силы и всепобеждающего эстрогена. Что же, как ни старались авторы нового «Терминатора», зрители их восторга почему-то не оценили, и смотреть в десятый раз все то же самое, только хуже и нарочито раздражающе не захотели. Так что темная судьба с бюджетом в 185 миллионов долларов, это только на производство, заметьте. В итоге со скрипом заработало чуть более 250 лямов. То есть с учетом процента кинотеатров, а также тех денег, что были потрачены на рекламу, студия Paramount осталась в минусе минимум в 100 миллионов зеленых. А заодно еще и похоронила окончательно франшизу «Терминатора». Вот так рухнул один из самых кассовых фемских фильмов последних лет. Не сильно лучше обстояла судьба и с другим его, так скажем, сотоварищем из 2019-го под названием «Темный феникс». Очередной виток истории о людях Икс, но с нарочито женским окрасом и попытками сконцентрироваться на героине Джин Грей, вокруг которой все и крутилось. Короче говоря, желание все загнать в модные сейчас рамки, абстрагироваться от в целом истории людей Икса и вместо этого сконцентрироваться на скрытой женской силе и так далее и тому подобное. Все это стало, конечно, не единственным, но одним из ключевых факторов того, что в итоге «Темный феникс» с его бюджетом в 200 миллионов долларов стал одним из самых провальных фильмов 2019-го года. Заработав около 250 лямов, а это даже не покрыло общий бюджет новинки. Такая вот грустная история. Ну и чтобы уже наконец-то закрыть вопрос с 2019-го, фильм «Ангелы Чарли». Очередная попытка вновь снять популярную 20 лет назад историю, но только если фильмы предыдущей, так сказать, волны старой фильма об Ангелах Чарли, хоть и показывали крутую компашку из девчонок, которые надирали всем задницы, но при этом никого особо не бесили, то новые ангелы с их отвратно нарочитым феминистичным уклоном, старанием показать, какие мужики-козлы и всеми прочими прелестями, приелись всем и вся. Так что кино с затраченными на него чуть менее 50 миллионов долларов принесло в итоге чуть более этих самых 50 лимонов. То есть, как вы понимаете, оказалось убыточным. Ну а самое в этом все забавное, что, конечно же, режиссер данного фемского шедевра Элизабет Бэнкс, которая также написала его сценарий и, конечно же, сняла себя любимую в одной из главных ролей, так вот, она же постаралась поставить гендерный вопрос во главу угла и этим объяснить свой провал. Мол, люди должны смотреть это кино, если зритель не понесет деньги в кассы, это покажет, что мужчины не хотят смотреть боевик, который снимает женщина. Это практически цитата. Ну то есть, мы сначала снимаем барахло, которое мало кому интересно, а потом еще и такие, мол, если вы не смотрите, значит вы сексисты. Короче, понятно, мы осознаем всю прелесть такого вот поведения, пошли дальше. Или, точнее, наоборот, немного обратно в 2017 год и фильм «Битва полов». И хочу я вам сказать, мои друзья, что это оказался просто полнейший провал. Начнем с цифр. Бюджет фильма, как всегда, мы говорим только о производстве, без учета рекламы и продвижения. Так вот, этот бюджет составил 25 миллионов долларов. Тогда как сборы в итоге во всем мире не смогли перешагнуть отметку в 18 с небольшим миллионов. То есть, конечно, ввиду незашкаливающих мультимиллионных затрат, студия Searchline потеряла не так много, но в процентах это полнейшая фиаско. А почему же людям не зашел фильм, даже с учетом того, что главную женскую роль в нем исполнила любимица публики оскароносная Emma Stone? Видите ли, суть данной ленты – это иллюстрировать реально произошедшее в 1973 году событие теннисный поединок между первой ракеткой того времени среди женщин Билли Джин Кинг и теннисистом-ветераном Бобби Риксом, в котором победила Билли, что в итоге возымело большое влияние на женский профессиональный спорт. То есть, в целом история совершенно реальная, интересная и поучительная, актеры отличные, постановка тоже, почему же фильм в итоге не пошел? Лично мне кажется, как раз таки из-за слишком неуемного желания его авторов нарочито показать омерзительных мужланов, гротескно неотесанных, постоянно слишком навязчиво пропихивать нужные тезисы о том, как женщины борются за свои права, как нужно потеснить мужиков и так далее. Ну, то есть, понимаете, возможно, во многом все-таки было, в конце концов, 70-е я лично не застал, тем более в США. Но, как мне кажется, достаточно было бы просто снять об этом кино, и зритель бы все понял сам. Но, когда вместо того, чтобы просто показать эпохальное событие, а на минуточку тот поединок смотрело почти 50 миллионов человек со всего мира, это в 73-м году, когда вместо этого тебе битых два часа вдалбливают к месту и не к месту приторную повестку, не давая спокойно посмотреть кино, вот это и напрягает, и как следствие отпугивает зрителей. В конце концов, это ведь не боевик, возьмем в кавычки традиционный мужской жанр, как с Ангелами Чарли, когда еще можно было тыкать пальчиком, мол, злые мужики не пошли в кино. Нет, это совсем другого толку кинематограф, но крошечный, как для такого актерского состава, и вообще уровня фильма сборы показали, что и женщинам не слишком интересно было его смотреть, видимо, по вышеизложенным причинам, которые достали уже всех. Кстати, нечто похожее можно сказать и про еще один нарочито феминистичный фильм прошлого 2020 года, «Мисс Плохое поведение» с Кирой Найтли в главной роли. То кино при своем бюджете от 6 до 8 миллионов долларов однозначной цифры мне, увы, найти не удалось, так вот, при всем этом фильм собрал по всему миру в кино и на DVD чуть более 2 миллионов зеленых, что, конечно, просто жалко даже с учетом всех карантинов и прочего. Что же это в целом за фильм? «Мисс Плохое поведение» — это еще одна типа экранизация исторического события, того, как впервые на конкурсе «Мисс Мира» победила темнокожая конкурсантка. Плюс параллельно нам показывают еще и как чокнутые английские феминистки изо всех сил стараются навредить конкурсу, его организаторам, да и самим конкурсанткам в итоге тоже. Ведут себя часто как самое настоящее быдло, не уважают окружающих, не считаются с другим мнением, все, естественно, под благими предлогами, а еще, например, ноют об угнетении, при этом сбрасывая свою же собственную дочь на мужика, который даже ей не отец, пока маманя, забив болт на свое чадо, играет в революционерку. Короче говоря, все довольно типично для нашего времени и неудивительно, что такое вот творение не снискало себе широкой популярности ни у нас, ни в более прогрессивном западном обществе, по итогу принеся своим создателям ни один миллион чистого убытку. Ну и, наконец, мое любимое Netflix и его перлы. Часть из вас помнит сериал Проклятая, еще один феминистично толерантный шедевр от Netflix прошлого года, который был призван не только стать новым королем, или точнее королевой фэнтези, но, конечно, и кроме прочего, должен был затмить всех и вся, в частности, Игру Престолов, а по факту оказался дешевым и примитивным шлаком для тинейджеров, в итоге отмененным самим же Netflix, понеся при этом огромные потери к превеликому горю самых, возьмем это в кавычки, прогрессивных слоев. Если вы не видели данный сериал, можете его не искать, вы ничего не потеряли, напротив, сэкономили драгоценные часы своей жизни, да и что там говорить, итог истории о сильных женщинах и всякой там инклюзивной шняге под соусом фэнтези и в обрамлении легенды о короле Артуре, все это оказалось настолько унылым, глупым и примитивным, даже, черт возьми, раздражающим, что, несмотря на все рассказы Netflix, типа мы тут сейчас порвем всех и вся, в итоге даже его толерантные топ-менеджеры решили не сливать бюджеты в унитаз и отменили продолжение проекта после выхода только первого его сезона. То есть, конечно, в модели именно Netflix посчитать баланс и понять, сколько конкретно потеряла платформа на этом фемском шедевре не получится, но можете быть уверены, что удовольствие, еще разок поиграть в самых прогрессивных и так далее и тому подобное, стоило компании не один миллион. Все-таки даже довольно низкопробная фэнтези, кое-моему оказалось проклятая, все равно стоит очень даже не дешево. Что же, на этом на сегодня все, всем студентам напоминаю заглянуть в описание и ознакомиться с предложением от Work 5, пишите в комментариях, как вам ситуация на просторах современного кинематографа, а также подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, если не хотите пропустить новые интересные видео. Спасибо всем, кто был с нами и всем пока!